здравствуйте дорогие семиклассники сегодня мы с вами вновь отправимся в центр исследования причастия где нам предстоит сделать ряд открытий в ходе сегодняшнего исследования мы ответим с вами на следующие вопросы внимание на экран первое как отличить от глагольные прилагательные от страдательных причастей второе какие условия написания 1 и 2 н суффиксах страдательных причастей и от глагольных прилагательных каково значение слова саму и в каких случаях говорят глаза боятся а руки делают четвертое как добывает змеиный яд и зачем он нужен переходим с вами к традиционной рубрике слова дня и сегодняшнее наше слово саму саму сухие горячие сильные ветры пустынь налетающий шквалами и сопровождающиеся пыли песчаными вихрями и бурей песчаный ураган давайте приведем пример предложения с этим словом сам ум налетает неожиданно заставая врасплох и не давая опомниться приведем синонимы к этому слову синонимами будут слова ураган смерть буря самая странная и самая загадочная на мой взгляд в русском языке буква н она имеет удивительную привычку то удваиваться то описаться в гордом одиночестве слова казалось бы даже очень похожих и нам сегодня предстоит разгадать ее тайну ведь в русском языке так много слов при написании которых мы задаем себе вопрос а сколько н мне нужно писать в слове и почему посмотрите внимательно на ряды слов и определите от каких частей речи они образовались все внимание на экран в первом ряду прилагательные серебряный лебединый кожаный клюквенный деревянный образовались от имен существительных серебро лебедь кожа клюква дерево значит это от именные прилагательные во втором ряду жареный сушеный пуганный вареный образовались от глаголов жарить сушить пугать варить значит это от глагольные прилагательные добавим еще один ряд слов 3 поджаренный высушенный испуганный сваренный какой частью речи они являются причастием прошедшего времени сравним их написание со второй группой прилагательных какой вывод мы можем с вами сделать полных страдательных причастия прошедшего времени всегда пишется две буквы н некоторые страдательные причастия могут переходить в прилагательные становясь прилагательными от глагольные слова меняют свое написание и вместо двух н в них пишется одна н это первый результат нашего исследования следующая наша задача рассмотреть правописание н страдательных причастиях и от глагольных прилагательных проанализируем уже выписанные слова и определим вид все внимание на экран жареный жарить сушеный сушить пуганный пугать вареный варить это все у нас несовершенный вид обратите внимание на слова первой группы и второй группы какое отличие в написании слов вы заметили в первой группе слова употреблены без приставок а во второй есть приставки давайте их выделим поджарить приставка под высушить приставка вы испугать приставка из сварить приставка с давайте сравним еще две записи жареный картофель и жареный на сковороде картофель чем теперь отличаются эти слова во второй записи есть зависимое слово а в первой она отсутствует какой вывод на этот раз мы можем сделать две н в полных страдательных причастиях пишется первое есть приставка кроме не например сваренная картошка спаха на и поле второе есть зависимые слова например сваренная в мундире картошка 3 есть суффикс ова ева и рова например рискованный квалифицированный четвертое слово образовано от бесприставочного глагола совершенного вида например решенная задача решенная решить совершенный вид исключение в устойчивых сочетаниях например посаженный отец названный брат конченый человек одна н в от глагольных прилагательных пишется первое нет приставки или есть приставка не например жареная рыба не крашеный забор второе нет зависимых слов например вареная картошка третье в прилагательных жеваный кованый ов е входит в состав корня четвертое если слово образовано от бесприставочного глагола несовершенного вида например сушеные фрукты сушить несовершенный вид исключение данный деланы слышанный желанный нежданный негаданной нечаянный невиданный неслыханный это второй результат нашего исследования пришло время применить ваши знания на практике перейдем от наблюдений к действиям обратимся для этого к новому учебнику восстановите авторский текст используя определение выраженные причастиями и прилагателями с одной и двумя n воспользуйтесь словами для справок все внимание на экран до сих пор Проверьте, самоотверженные охотники едут добывать змеиный яд в пустынные пески. Вот и заброшенное место. Здесь заросший камышом ручей и развалены очень древних глиняных построек. У норы вмятины змеиного следа. На закате охотники начинают караулить кобру. Когда она выползает из норы, охотник-рагулька прижимает змеиную шею к песку. Правой рукой он держит чистый пластмассовый стаканчик, а левой придерживает змеиную голову. Испуганная змея бьет зубами по стаканчику и в него стекает янтарная капелька. Змеиный яд. Полученный яд очень дорогой и млечит некоторые болезни. Итак, подумайте и скажите, о чем этот текст? О том, как добывает змеиный яд средство для лечения многих болезней. Следующая наша задача рассмотреть, чем отличаются краткие причастия от кратких прилагательных. Понаблюдаем на конкретных предложениях. Все внимание на экран. Во второй группе краткие причастия. Краткое причастие можно заменить глаголом «воспитала». И от краткого причастия можно поставить вопрос к зависимому слову «кем? Чем?». То есть «воспитана кем?» «бабушкой». А краткие от глагольные прилагательные заменяются полной формой. Например, «девочка воспитанная». Они дают характеристику определяемого слова. То есть говорят о постоянном признаке предмета. Итак, какой вывод мы можем с вами сделать? Однокоренные краткие причастия и от глагольные прилагательные с одной и двумя «н» звучат одинаково, но написание их может быть разное. В кратких причастиях всегда пишется одна «н». В кратких от глагольных прилагательных пишется столько «н», сколько было и в полной форме. Это третий результат нашего исследования. Переходим от наблюдений к практике. Прочитайте предложения и раскройте в них скобки. Готовы? Раскрываем. Проверьте. Первое. Внезапно набежавшие облака были рассеяны ветром. Рассеяны – это краткое причастие, поэтому пишем с одной «н». Сегодня на уроке ученики были невнимательны и рассеяны. Рассеяны две «н», так как это краткое прилагательное. Второе. Девушка умна и образована. Образована – это краткое прилагательное, пишем с двумя «н». Эта река образована ледником. Образована – это краткое причастие, пишем с одной «н». Третье. Эти дети вежливы и воспитаны. Воспитаны – это краткое прилагательное, поэтому пишем с двумя «н». Эти дети воспитаны любящими родителями. Воспитаны – здесь краткое причастие, поэтому пишем с одной «н». Итак, дорогие семиклассники, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего исследования. Уже шестого. Оцените правильность утверждений, отвечайте только «да» или «нет». Итак, отвечаем. Первое. В полных страдательных причастиях прошедшего времени всегда пишется одна буква «н». Второе. Если причастие образовано от бесприставочного глагола совершенного вида, то пишется две «н». Четвертое. В кратких от глагольных прилагательных пишется столько «н», сколько было в полной форме. Проверьте. Прочитайте утверждение и выберите то, которое, на ваш взгляд, отражает ваше понимание изученной сегодня темы. На полях тетради напишите букву, которая вам соответствует. «А», «Б» или «В». Итак, пишем. Пришло время записать домашнее задание. Те, кто написали букву «А», придумайте и напишите рецепт любого салата, используя страдательные причастия и отглагольные прилагательные. Те, кто написали букву «Б», выпишите из произведений художественной литературы пять предложений со страдательными причастиями и отглагольными прилагателями. А те, кто написали букву «В», выполните упражнение 124 из нового учебника авторов Людмила Михайловна Бреусенко и Татьяны Алексеевны Матохиной. И в завершении нашего сегодняшнего урока обратимся к традиционной, любимой и интересной рубрике «Тайны русского языка». И сегодня мы разгадаем с вами тайну пословицы «Глаза боятся, а руки делают». Пословица об испуганных глазах и делающих руках напоминает читателю о том, что глаза наши не объективны. Они боятся раньше рук, но эти страхи не оправданы. Еще не начав какого-то дела, мы смотрим на него, как на что-то очень трудновыполнимое. И из-за этого можем и вообще не начинать. И дело останется невыполненным. Это несмотря на то, что оно, если взглянуть на него без страха, будет простым и доступным. Если не приступить к переносу ведра с водой, то может показаться, что в нем целая тонна. Если не начать подметать пол, то он представится огромной площадью. Поэтому не нужно слишком долго смотреть на дело, да горевать о том, какое оно сложно. Лучше собраться силами и духом и, прикрыв испуганные глаза, действовать. А я вам советую не останавливаться перед выполнением домашнего задания и непременно его выполнить. Ведь глаза боятся, а руки делают. На этом наш урок подошел к концу. Кстати, это был последний урок первой четверти по русскому языку. Я вам всем желаю удачи, успехов, до встречи на уроках русского языка.